МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Виатлонецкая сборная Германии так и не смогла вылететь из аэропорта Ханты-Мансейска. Напомню, там накануне закончился финальный этап Кубка мира. Франциска Пройс неплохо выступила на соревнованиях и заняла 12-е место в общем зачете. А вот причиной задержки в столице Югры стала банальная потеря паспорта. Организаторы делают все возможное, чтобы отправить спортсменку на родину. Другие около спортивной новости есть и в выпуске. Меня зовут Дмитрий Чашков. Здравствуйте. Нам есть о чем с вами поговорить. Штормовое предубеждение, каким последствиям в Тюменской области привела непогода выходного дня. Причем-то цена нефти на западном рынке. Мы же работаем в России. Спрос рождает предположение, почему цены на бензин не снижаются вслед за стоимостью барля нефти. Пасть в бою. 33 хищника под обстрел в Тюменской области объявили войну диким животным. Мисс Доброй Надежды. Одна из 50-ти. Кто из тюменок поборется за звание самой красивой россиянки? Ну а сейчас о погоде. Она у нас такая, что в пору действительно ею выпуск начинается не заканчивая. Тем более, что природа дала немало информационных поводов в эти выходные. В Тюменском аэропорту Рощино только к позднему вечеру восстановили мачту антенны радиосвязи, которая накоренилась накануне из-за ураганного ветра. Но на работу авиаузла это не повлияло. Сразу же задействовали дублирующие системы. Связь с самолетами осуществлялась в штатном режиме. Впрочем, воскресенье без того выдалось нервным. Из-за погодных условий были задержаны несколько рейсов. В два самолета совершили вынужденную посадку в Тюмени, не долетев до пунктов назначения. Самой областной столице обошлось, в общем-то, без чрезвычайных ситуаций. Но тюменцы продолжают делиться в соцсетях фотографиями снесенных остановочных комплексов, крышей рекламных растяжек. Метель в ночь в субботу на воскресенье разыгралась не на шутку. Синоптики о ней предупреждали. К счастью, немного ошиблись. В МЧС порвы ветра до 27 метров в секунду не подтверждают. На данный момент прогноз оправдался частично. Гололедных явлений нет. Только большого ветра не было. Был ветер до 15 метров в секунду. Большого количества осадков не было. Но, тем не менее, снежок прошел. Не критично. Услышали бы эти слова в Галышманово. Видео мы получили от наших коллег. Они же сообщали, что снегопад, начавшийся в воскресенье вечером, продолжился и сегодня. Выпало уже в общей сложности больше 22 миллиметров осадков. Снег в понедельник шел и в областной столице. Впрочем, штормовое предупреждение распространяется до 22 марта. ГИБДД по-прежнему не отменяет рекомендацию для водителей не выезжать без надобности на загородные трассы, особенно в Галышмановском и Амутинском районах. Более того, если дорожная ситуация и дальше будет осложняться, междугородние автобусные сообщения в области могут временно остановить. Но, как вы понимаете, Юг Тюменской области еще легко отделался. В соседней югре ураган и крыши срывал, и перебои с электричеством были. Движение по трассам пришлось перекрыть. И вот там-то скорость ветра достигала 27 метров в секунду. Непогода вмешалась и в планы организаторов финального этапа Кубка мира по биатлону. Заключительные гонки пришлось отменить и сезон завершить досрочно. Грандиозное падение одной из матч-освещения на стрельбище центра зимних видов спорта выглядело очень убедительно, согласитесь. В результате инцидента никто не пострадал. Перечислять регионы на самом деле можно долго, к тому же мы все помним о субботней трагедии в аэропорту Ростов-Надану. Ну а что касается Урала и Сибири, специалисты говорят, что по статистике штормовые ветры в это время года отмечаются в наших краях не чаще одного раза в 10 лет. Такую погоду спровоцировало мощное арктическое вторжение, если понимаете, что на карте происходит. Активный циклон ворвался в регион Запада и сейчас продвигается дальше на восток. Но синоптики успокаивают уже завтра. Послезавтра погода на юге области начнет перестраиваться на весенний лад. Ну вот такой позитивный прогноз. Главное, чтобы сбылся. Но, увы, весна принесет с собой и обычные тюменские проблемы. Сначала с городских улиц не может уйти талая вода, а потом каждый ливень превращает отдельные микрорайоны в венецианские каналы. За системное решение проблемы ливневой канализации в Тюмени выступили городские депутаты. Пока системности здесь нет. К тому же 145 километров ливневки закрытого типа и 170 километров открытого для города слишком мало. Прирост всего по 10 километров в год. И то в основном на новых объектах. На старых приходится работать на ощупь. Очень серьезная проблема это есть в старой Зарике. Эта канализация построена в военные и послевоенные годы. И на сегодняшний день получилось так, что ни администрация, ни эксплуатирующая организация понятия не имеет, где это просмотровые люки. Это является серьезной проблемой. Потому что канализация заиливается, и необходимо прочищать. Так как пропускная способность этих коллекторов она с года в год уменьшается. Надежды сейчас возлагают на схему водоснабжения и водоотведения Тюмени. Московский институт должен спроектировать ее к осени этого года. Возможно, тогда и попытаются потоки воды с городских улиц направить в единое русло. Антимонопольщиков не смущает рост цен на бензин. Об этом они сегодня заявили в Москве. По словам чиновников, все повышения происходят в рамках инфляции. Ее, кстати, Минэкономразвитие прогнозируют на уровне 6,5%. Между тем, подорожание топлива с 1 апреля обещают уже обогнать данный показатель. Введение новых акцизов поднимет его стоимость на 10,4%. И у многих, конечно, возникает вопрос. Вообще, где логика? Нефть дешевеет, бензин дорожает. Разобраться в этом попыталась Александра Сосновская. Это ответ, пожалуй, на главный вопрос народа. Почему нефть на мировых биржах дешевеет, а бензин нет? Внутри страны своя цена на сырье. Она зависит от того, какое месторождение, глубина залегания нефти, от инфраструктуры, которая на промысле будет выстроена для добычи. Потому что добыть нефть, скажем, где-то в Саудовской Аравии, это легче, чем у нас, допустим, на Дальнем Севере. Правила игры на рынке, по сути, устанавливают крупные компании. Добытую на своих месторождениях нефть, они перерабатывают на своих же заводах и продают на своих же заправках. Хотя мелким операторам тоже перепадает. Сейчас Тюменскую область заправляет в основном Омск, Уфа, Перм и Сургут. НПЗ уже производят отгрузки по новым ценам. Они не стали ждать апрельского повышения акцизов. Запасы старого топлива на местных АЗС заканчиваются. Табло начинает обновляться. Ровно год назад литр 92-го бензина на этой заправке стоил 32 рубля. Сегодня он на 2,20 дороже. Откуда же берутся эти цифры? 10% это как раз себестоимость нефти. А вот 70% это акцизы и налоги. Так вот, как только давление со стороны государства на переработчиков и поставщиков начинает расти, цены на бензин ползут вверх. Маржу нефтяных компаний отслеживаем. Никаких сверхприбылий за счет потребителей там нет. Отрапортовал глава Тюменской ФАС Игорь Велетенников. По его же словам, в 2015-м в розницу бензин в регионе подорожал в среднем на 7%. По прогнозам Минэнерго в ближайшие месяцы рост усилится. 2-2,5 рубля прибавит бензин, рубль – дизель. Тюменские водители, похоже, смирились, но берут то, что подешевле. Маленькие разницы между 95-м и 92-м стараются каким-то образом в подсознание откладывать экономик. Пусть незначительно, но копеечка-копеечка. Нельзя отказаться от поездок никак. Время-то такое, что машина всегда нужна, поэтому как бы просто реже будем ездить, что теперь делать. Свой бензин область начнет выпускать через год, когда на Антипинском НПЗ появятся установки глубокой переработки. Мы будем заниматься и выпускать бензин, чтобы закрыть потребности Тюменской области и ближайшего региона. Это часть Курганской области, часть Свердловской области. Только и всего. Но это не значит, что польются реки дешевого топлива. Слишком большие вложения сделаны в проект. Их предстоит окупить. А как в любом бизнесе, делать это будут за счет покупателей. Александра Сосновская, Артем Суханов. Тюменское время. Ну в России, между прочим, нефтяной державе научились перерабатывать сырье на 72%. А вот в той же Америке выжимают куда больше, до 97%. Ну а бензин у них дороже всего, ну так, рублей на 5. Нам присоединяется Анна Чеханадская. Аня, здравствуй. Добрый вечер, Дим. Ты знаешь, провел небольшой мониторинг. В Кувите стоит литр бензина 16 рублей, в Саудовской Аравии 17 рублей, в Туркменистане 21 рубль, а больше всего в Гонконге 128,5 рублей. Какие говорящие цифры, но наверняка тебе будет интересно, сколько бензина потратили на свою поездку два тюменца, которые отправились на Запорожце в Заполярье. Очень интересно. Ну давай послушаем, да. Прямо сейчас во взоре СМИ. Тобольск станет одной из ключевых точек круизов по Абии и Иртышу. Новость публикует портал Ньюспром.ру. Речной сезон стартует летом этого года в рамках программы «Русские просторы». Путешествие разработано по маршрутам из Новосибирска и Томска в Салихарт и к Валярному кругу. Из Омска через Тобольск в Салихарт и обратно. Продолжительность круиза может достигать 25 дней. Во время 10-ти часовой стоянки в Тобольске туристов ждет посещение Кремля, фестивали «Абалакское поле» и других достопримечательностей. Организаторы уверены, проект будет также интересен иностранцам. Тюмень до сих пор празднует Новый год. О том, что некоторым городским зданиям пора сменить праздничную зимнюю атрибутику, на фасадах пишет Тюменская линия. К примеру, у торгового центра «Кристалл» до сих пор стоят три новогодние сосны. Организация «Геотек» и «Сейсморазведка» все еще поздравляет горожан с наступлением 2016 года. Еще с декабря возле здания красуется светодиодная конструкция. Ну и снежинки каждый вечер зажигаются у ТРЦ «Жемчужина» на газовиков. Самые практичные организации заказывали растяжки на все случаи жизни, поздравляющие горожан просто с праздником. Очень удобно, их можно не убирать весь год. Ну и напоследок новость о двух отважных тюменцах. В слухру пишет об автомобилистах, которые отправились по Заполярью на Запорожце 83-го года. Его они приобрели всего за 20 тысяч рублей, красную молнию, так прозвали владельцы машину. Естественно, к поездке на север подготовили, провели ремонт двигателя, установили двойные стекла, новые поршни и цилиндры. Пару раз запорожец застревал в снегу, его приходилось откапывать. В общей сложности в дороге парни провели 12 дней. За это время потратили около 100 литров бензина. В пути водители красной молнии встречали коренных жителей, которые искренне радовались, встречая красную машинку на севере. Ну, кроме разве что сотрудников ГИБДД, им запорожец казался подозрительным, его останавливал практически каждый патруль. Ну а уже этим летом ребята планируют на этом же запорожеце отправиться на перевал Дятлова. То есть простых путей они не ищут, да? Да, в Заполярье зимой на перевал Дятлова, но тоже не самое приятное место. Да еще и в горы. Да, тебе большое спасибо. Спасибо. Будем пожелать им, наверное, удачи. Только этого остается. Я продолжу. Спасибо. С минуты молчания в эти выходные по всей стране, в том числе и в Тюмени, начался час с земли. Активисты почтили память погибших во век катастрофе в Ростове-на-Дону. Только после этого началась сама акция. В центре города отключили подсветку нескольких зданий, в частности УЦУМа и спорткомплекса Центральный. Следом погасли фонари на Цветном бульваре. На 60 минут вот уже 8 лет погружаются крупные города по всему миру. Пока час, но скоро у общественников будет возможность говорить о куда более продолжительных временных отрезках. 2017 объявлен в России годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Вот тогда непременно вспомнят и про землю, и про воздух, и про воду, о которой, кстати, будут говорить завтра. Официально и на всемирном уровне День воды отмечается. В каком состоянии находится данный ресурс у нас в регионе? Спросим у Жанны Злобиной, директора областного департамента ниндропользования и экологии. Жанна Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Ну, в преддверии Дня воды, наверное, одна из самых актуальных вопросов. Это все-таки экология нашей воды. Как? Тем более, что совсем скоро поводок и все опасаются. Как всегда, водоканал нас будет пугать качеством, запахом и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, что водоканал вас не будет пугать качеством, запахом и так далее, да? Почему? Потому что и водоканалом приняты определенные меры еще с 2015 года, о том, что все-таки немножко нужно уходить на подземную воду. В любом случае, водоканал готов, и мы подземной воды нашли предостаточно для того, чтобы обеспечить весь город качественной питьевой водой. Но воды становится все равно с каждым годом меньше. Наши реки не такие уже полноводные, как раньше, правильно я понимаю? Это ведь тоже экологическая проблема какая-то определенная. Я с вами не соглашусь. Почему? Потому что в том году подъем уровня воды в реках у нас уже, мы заметили. В этом году подъем уровня воды в реках будет на 10-15% выше. Но если сравнить с 20-летней давностью, да? Вот это совсем другой вопрос. Не с 20-летней, а с 11. У рек есть такая схема, она в основном повторяется каждые 11 лет. То есть идет спад-спад, потом раз прошло 11 лет, и начинается повышенный паводок. Мы говорим о том, что вот уже второй год, то есть 15-й год у нас начался подъем уровня подземной воды, которую питает поверхностный. В 16-м году за счет того, что выпало большое количество осадков, то есть у нас будет еще и за счет количества выпавших осадков, больший уровень подъема воды. То есть 17-й, 18-й мы предполагаем, что это будет еще больше. То есть сейчас начался именно тот период, когда, слава богу, водные объекты, водные артерии нашей Тюменской области, они пополняются воды в значительной степени. Ну как ни крути, все равно у нас индустриальным становятся регионы, а на этом настаивают и в правительстве везде, называться даже индустриальным. Но лучше-то экология от этого разве становится? Чем больше производств, тем... Наши предприятия Тюменской области, у нас есть посты как на входе в водные объекты, так и на выходе. И я могу однозначно сказать, что тот мониторинг, который проводит у нас федеральная структура гидромета, подтверждает, что нашими предприятиями на территории Тюменской области загрязнения водных объектов нет. Те показатели, я уже неоднократно говорила, те показатели, до которых необходимо сейчас очистить сточные воды, они настолько жесткие у нас сегодня требования, что нужно начистить до ПТКР их бы хозяйственного значения. Ко мне предприятие ГЭДЖан Сигенович, вы что, издеваетесь? Почему я беру из Туры с содержанием, допустим, железа 0,3, с содержанием марганца 0,2, а очистить я должен до 0,1 мг на литр. То есть выходит, что вы требуете от нас, чтобы мы забирали поверхностную воду, очищали и сбрасывали стоки, разбавляя поверхностную воду. Ах, чем плохая история, мне кажется, замечательно. То есть говорят о том, что, извините меня, у меня на сбросе у некоторых предприятий качество воды должно быть лучше по некоторым показателям, чем вода с требованием питьевая. Тюмень по экологическому развитию городов находится на 79-м месте из 92-х. Вот я вам могу сказать, что когда составляется рейтинг, ведь именно мы, субъект, собираем информацию со всех структур, которые имеют какое-то отношение к экологии, которые отбирают пробы воды, отбирают пробы воздуха, контролируют предприятия. То есть это начиная с муниципалитетов и кончая федеральных структур. То есть мы собираем все эти данные, допустим, по всем экологическим нормативам, обобщаем их в таблицу, которая нам предложена Министерством природных ресурсов. И когда мы вышли на 72-е место, я общественникам точно так же и объясняла. Вот понимаете, стоит у меня в графе количество захороненных радиоактивных отходов. Я ставлю там прочерк, то есть у меня их нет. Но программа, которая считает рейтинг, она вот эту графу считает не как прочерк, что у меня их нет, а она считает их, приплюсовывает, как будто мы этим не занимаемся. Хорошо, ясно. Большое спасибо. В Тобольске подготовка к паводкам. Покупка началась с аварии. Вышли из строя насосы на станции, которая в половоде перекачивает воду из малых речек Нижнего Посада в Иртыш. По информации от чиновников, деньги на покупку новых насосов уже выделены правительством области. Инспекторы спецбатальона ГИБДД провели массовые проверки водителей Ишима на трезвость. В пьяном состоянии были задержаны единицы. Самое распространенное нарушение – отсутствие страховки. Автолюбитель объясняет это тем, что полюсы сильно выросли в цене. Права заводуковских инвалидов защитит скорая потребительская помощь. Услугу можно будет получить, не выходя из дома. Это касается и пенсионеров. Достаточно позвонить в пункт по защите прав потребителей. Кстати, в его зоне обслуживания 4 района области. 6 миллионов рублей выделено на капитальный ремонт Центра дополнительного образования детей в Галышманово. Сейчас подрядная организация ремонтирует кровлю. Внутреннюю отделку проведут во время летних каникул. Около миллиона рублей потратят на приобретение мебели и инвентаря. Сегодня в Москве стартует конкурс «Мисс Россия». Из тысячи претенденток выбрали 50 участниц. Тех, у кого рост от метра 73, нет ни одной пластической операции, татуировки, вредной привычки и фотосессии эротического характера. Еще красавица должна быть без детей, без мужа, без судимости. Я не шучу, это официальные требования с официального сайта. Одна из тюменок так и прошла этот непростой отбор. Может, и было и больше, но в Москву отправилась именно она. Кто будет защищать честь области, расскажет Лариса Соловьева. Здравствуйте, меня зовут Добровольская Яна, я приехала из города Тюмень. Это кадры из визитки конкурса красоты «Мисс Волга», где Тюменка стала обладательницей титула «Мисс Интеллект». Яна Добровольская входит в топ-100 самых красивых девушек города. Ей 18, она профессиональная танцовщица, кандидат в мастера спорта. За конкурсами красоты девушка следит давно. Летом впервые стала участницей. Но все это была только тренировка перед «Мисс Россия». Это невероятно интересный жизненный опыт находиться. Месяц среди самых красивых девушек в нашей стране. Соревнования, и это эмоции, и, конечно, это старт в будущее. Из тысяч претенденток на конкурс в Москву отобрали только 50. Яна постаралась подготовиться ко всем испытаниям. Это репетиция номера на конкурс талантов. Участница знаменитого коллектива «Формейшн Веры» и показывать будет свои танцевальные способности. Это один из любимых фильмов Яны, в котором, как вы знаете, мистер и мистер Смит, в котором Анжелина Джоли, она такая была и женственная, и очень сильная. То есть это олицетворение того, какой должна быть девушка, такая идеальная девушка, очень сильная, очень женственная, очень красивая. У меня будет еще головной уборка этому костюму. Возможно, это будет кокошник или шапка меховая. И фасон, и ткань подбирали специально, чтобы подчеркнуть колорит тюмени и красоту Яны. Костюм начали придумывать еще до отборочных туров, а вот на пошив осталось совсем мало времени. О том, что летит в Москву, Яна узнала за неделю до самого дня отправления. Поэтому девушка уже там, а наряд будут дошивать без нее. Багаж у Яны и так будет большим. С собой везет платье тюменских дизайнеров, много обуви. Ведь целый месяц ей надо выглядеть на все сто. Представительницы Тюмени на конкурсе «Мисс Россия» бывали не раз. Поэтому пришлось поломать голову, чтобы не повториться. Это будет представление своего региона, в ходе которого я вручу жюри сувенир, что это будет нефть. До этого дарили уже и бересту, и различные камни, это польские. В общем, было очень много всего, а нефти еще не было. Попасть в десятку Яне могут помочь тюменцы. Будет открыто голосование за девушек. Этот рейтинг учтут при финальном отборе. Лариса Соловьева, Максим Плюхин. Тюменское время. Красоты боятся в лес, в Москву не ездить. А вот следующие новости точно из лесу ввести. В Тюменской области продолжают отстреливать волков. Это зимой хищники. Особенно активно их численность возросла. И селяне беспокоятся за свой скот. Нас предупреждали местные жители, что волки ходят рядом. И мы опасаемся, что нас скот задерут. Брат здесь в соседней деревне живет. У него нынче голов 100, наверное, они загубили волки. Они могут сразу давить всех подряд. Они одной не останавливаются. Конечно, жалко, если такой табуновый меня задерут. Это ущерб большой. Для степи, для всего. Поэтому охотоведам дали свободу действия. Сейчас численность хищников взяли под особый контроль. Лесные тропы ежедневно патрулируют. Все поймали. Господа, удачно, да? Удачно, да? Все удачно. Отрезал его от болота на Егора. Выгнал Егора. Молодцы. Трех раз хватило. Молодцы. Хороший совмест. Только в Исевском районе на сегодня ликвидировано 7 животных. Всего в муниципалитете необходимо отстрелить 18 особей. По плану, уже в Тюменской области будет уничтожено 33 волка. Ну да, не самый добрый финал. Но что поделать. У меня к этому часу все новости. Завтра будет новый день, новые события. Уверен, что Роман Яванович будет о чем с вами поговорить. Меня зовут Дмитрий Чашков. Спокойной ночи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин